У меня в этом году было две цели, это проехать хорошо, попасть в топ-5 на Джордж Гитаде и хорошо проехать в Тармпиаде, но ни того и другого не сделал, но в подготовке к этим гонкам я забрал пару гонок и я считаю, что сезон для меня на ИСТА прошло на 65-70 процентов, я считаю его и неуспешным и успешным. Что-то лучше, что-то будет. А какой самый положительный и самый отрицательный? Ну, хорошее то, что я получил большой опыт, потому что я поехал в Тармпиаде на генеральную ситуацию, получил большой опыт, победу на Туэру и Турбанс. Ильнур, главный тренер сборной Сергей Иванов говорит, что вы очень быстро успели восстановиться после того падения на спуске. Как это удалось? Ну, у меня была мотивация поскорее вернуться в гонки, потому что я хотел успешно проехать Олимпиаду и поменял цель после падения. Я быстро-быстро восстановился. Я думаю, что переключился на другую гонку. Это как-то спасался от того, что я быстро восстановился. А роль Дмитрия Конышева в вашем восстановлении вообще велика? Да, естественно. Есть ряд людей, которые очень помогали мне. Я быстро восстановлении как-то мотивировался. Да, конечно, подменили. Сильно расстроились, когда попали под эту метелку в Мельдоне его. Там не было Мельдоне. А что там было вообще? А, там было же... Нет, вообще... Все-таки это было... Отстранят, не отстранят всю сборную. Допинг-скандал? Да, да, да. Да, да, да. Ну, да, естественно. У меня психологически был большой удар, потому что я многим пожертвовал ради этой гонки. То есть я упал, спустя там уже 10 дней сел на велосипед, после падения первые 10 дней тура были безумно тяжелые. У меня была мысль то, что я проеду достойно Олимпиаду и все это ради этого. Буквально там за неделю-две, наверное, мне кажется, что я не еду и да, я не легко с этим проеду. Ну, допуск произошел где-то чуть ли не за двое суток, да, до Олимпийской гонки. И уже не было смысла, наверное, да, заявляться. Так? Там как-то все неоднозначно. Там был допуск, по-моему, за два дня, но я звонил в Борну. Мне сказали, что еще не до конца решено и допущен или нет. Ну, в лучшем случае, если бы я прилетел туда, это было бы в 6 утра, по нашим расчетам, и в 9 старт. То есть там никаких условий, ну, не смог бы я, я не расслабился. Просто не было бы возможности стартовать 52 часа после перелета. А у тебя не было желания подать на компенсацию в личном порядке? Понятно, что вашей федерации она не полагается, но сейчас многие это делают. Это как, легкоатлетам? Нет, легкоатлетам платит федерация за то, что они пропустили Олимпийские игры. А некоторые спортсмены, допустим, Ефимова, она рассматривает возможность подать индивидуальный иск просто в гражданский суд и возместить тебе эти психологические потери. Нет, честно об этом не думал. Как-то, что было тогда, 3 месяца назад, и все испугалось, а у меня нет таких званий. С адвокатами? Они не обсуждали эту ситуацию, ну, вообще, там, Олимпиаду, или как, проехали и проехали. Выступлением нашей бойцов? Ну, и нашей тройки, которая ехала, групповую. Ну, было до Олимпиады много разговоров, то, что я, до хорошей формы, то, что надо хорошо проехать, а потом... И трасса была хорошая, да? Да, профиль подходит мне, так как я в декабре уже ездил, в том году смотрел, мы ездили со сборной. Ну, а после, после Олимпиады, по-моему, не было таких разговоров, обсуждений. Ну, наши ехали хорошо, я смотрел там, там, у нас там Кочетков ехал в отрыве, в Сигонку, в Чернецкий. Прям, получается, упал только в конце, ехал с видерами, то есть, они просто не выстекли. То есть, где-то не повезло ребятам, да, немножко? Когда увидел, как не были, я упал на скуске, подумал, ну, может быть, плюс хотя бы я это на себе не испытал. Нет, такого не было абсолютно, когда я смотрел, очень расстроился, было расстроено, что я не ехал в этой гонке. А гонки каждый раз все-таки падали. За Венченца переживали? Вообще себя на его место не ставили? Нет? Что теперь думаете, вот, о следующем сезоне, уже под новым спонсором, Катюша Альпицин? Как готовитесь? Ну, мы уже составили календарь на следующий год, мы съездили на трек, поставили на радио 65-посадку, более аэродинамичную. Буду лидером, как в недельных гонках я тут, на гран-торах, и это никак не пугает, даже дает большую мотивацию. На следующий год у меня календарь уже есть, и я готовлюсь к ним. А распределение по гран-тору, где иметь будете капитанничать? Да, я буду ехать к Жеровой и войду по гран-тору. Вы так четко сказали про прошлый сезон, да, две было цели. Сейчас уже есть две, три цели на этот сезон четкие. Да, Джера и войду, две гонки по 20-м. Это как бы остается, да, попасть в пятерку, как бы вот это? Нет, и у меня я буду стараться попасть в тройку, потому что в этом году топ-5 я практически закончил, но я не закончил. Я думаю, на следующий год можно топ-3 стараться попасть в тройку. А такие однодневные монументали или чемпионат мира есть? Да, чемпионат мира будет тяжелый в Норвегии. Я, если наберу хорошую форму, и она останется после Вольта, я тоже хотел бы чемпионат мира ехать на этот раз. А монументы, я в этом году ехал в Диаш-Басный Диаш, мне она понравилась, но на следующий год у меня их нет в плаве. Изменения в команде как-то как оценивались? Ну, у нас, я думаю, укрепилась, укрепился спринтерские повести, у нас укрепился как подтомандный гонг. И я думаю, много молодых гонщиков, мотивированные. А то, что вот в предыдущем, вот в этом сезоне, который закончился, было все-таки 13 россиян, и теперь будет только пятеро в следующем, как-то это на вас действует, нет, психологически? Ну, естественно, есть и гонщики, которых не хватает, которые мне уже шел с Русвелла и дальше до суда, их, естественно, для меня не хватает. Для меня, не очень комфортно, но пять гонщиков русских, я думаю, хорошее количество, все равно. А вот на каком языке вы общаетесь в команде с другими бойщиками? Теперь у вас, ну, половина немецкая команда? Ну, у нас английский язык, я его как-то пытаюсь учить, когда интервью мне помогают переводить. То есть английский? Да. Первый русский, второй английский, так получилось. Да, да. А сколько вот потенциальных капитанов, в новых катюшках можно назвать? Ну, там, скажем, человек пять, как минимум, могут в разных гонках, да? Ну, я думаю... Да, пять гонщиков есть, которые... Да, он даже больше, наверное, у нас на недельные гонки есть Симон Шкилов, на разделки, на индивидуальные, есть Тони Мартин, есть спринты Кристоф, есть также Рейн. У нас много гонщиков, которые могут проявить себя. Да, вот в прошлом году катюшка вроде как разбрасывалась, то есть спринтерские гонки с одной были стороны, и тогда же... Вот вы изучали вот гран-туры новые, на этот год уже Джиру представили, вы их управлены... Что можете сказать про трассу? Ну, Джира... Подходит? Подходит, а она больше подходит для горняков, естественно. Там много горных этапов, и в этом году Маджиро будет из Телью, Мортирол и ряд других гор, которые, естественно, под горняков много этапов. А в Матуре, и там будет много возможностей без спринтеров, то есть у каждого своя гонка, каждый готовится к своей. Алекса, будем поедать, а вот этот год. Вы только пропускаете, да, значит? Ну, три невозможные от гран-туры. Ильнур, какие-то проводы были Хакима Родригеса в команде? Или он по-тихому ушел? Да, у нас, конечно, были, как он объявил все в Андорре, мы все знали в Андорре, а как официально прощаться такого не было. То есть поляну не накрывал, да? Ну, я думаю, он до сих пор общается там с нашими гонщиками, при удобном случае обязательно встречается, не вижу смысла как-то прощаться. Он также продолжается общаться. Понятно. Ильнур, а первая гонка в сезоне какая? У меня 1 февраля в Венециане, где-то в Испании, пять дней, многодневка. Ильнур, а с Галимзяновым вы не общались? Не собирается он возвращаться? Да, я не знаю, я не застал в то время, когда... То есть вы с ним не знакомы, да? Нет, я не знакомы. С прихода на УПЦ, но теперь только им молите волосы там вообще? Ну, дает, да. Своей продукцией. А как, вот у них же есть слоган известный, из-за чего их долго не пускали в Велоспорт, но допинг для волос. Ильнур, значит, получается, вот вы сказали, что съездили на трек, да? Пересаживаетесь на новую технику? Нет, у нас все та же техника, у нас просто меняется, посадка, то есть что-то выше, что-то меньше. А, то есть просто на обыкновенном треке, да, вы откатывали? Да, на обычном треке. А то я думал, что на фирму трек съездили. Не-не-не-не. То есть та же самая, значит, фирма будет? Все тоже самое, да, на ССС. И форма, и все остальное, да? Ну, форма, дизайн только, да, все остальное. Все тоже самое. Понятно. Вот вы тут, я понимаю, неприятно все эти падения вспоминать. Вот максимальная скорость, которую вы спускали с горы какая-то. Голуб мне рассказывал, как-то 117 съездил. Потом боялся уже смотреть. А Конушев говорит, думаю, 130. Ну, Конушев быстрее нас всех спускает со спуска, я думаю, более техническим. Даже сегодня? Да, на машине. Я не знаю, как это было. То есть на спидометр не смотрите, да? Нет. Там все быстро пролетают и я туда не смотрю. Ну, сколько оно стоит, я думаю, это точно, я говорю. А максимально не знаю, не помню. Понятно. Ну, где-то здесь, да, сейчас у вас будет сбор, да? А у нас тут недалеко в Кальто, да. В том же отеле, что в прошлом году, да, получается, живете? Да, там. У нас до 9-го и потом. Ну, сколько было? Ну, отпуска-то месяц или меньше. У меня? Да. У меня больше было. Потому что я операцию на глаза делал. И реагментацию делал. А что супруга и ваш личный диетолог сказала, в общем, когда закончился сезон? Что, Ильнур, все будет хорошо? Ну, она боится сейчас смотреть все по телевизору и все это, естественно. После того падения, она боится отпускать, естественно. Все это норма. Ну, имеется в виду, а по результатам вообще как она, что она сказала? Да, у нас нет таких как-то. То есть профессиональные вопросы не обсуждаете, да? Как и все в деле, может, как-то. Говорим об этом, но не все связано. У нас и нет вот этого спектра. Понятно. Ильнур, а операция на зрение, вазерная коррекция, это та история с линзой, которая помешала тебе тогда? Вот после этого я ее сделал сразу. Ну, нормально получилось. Чуть-чуть-фу. Когда это было? Ну, с 19 сентября. Там же сразу нельзя нагрузки, да, пошли? Ну, там больше не из-за нагрузок, а то, что грязь, пыль, ветер, сетчатка. Грязь. Ее не зашивают никакому. Вот, честные слова, говоришь. Ну, и в домашний режим, и все. Но у меня было плохое зрение. Лиза не наступала на гонки. Потеряли координацию, да? Много бойчиков в линзах ездить? Ну, не знаю. Обычно это не афишируется, да? Да, это как-то не такая новость. У кого-то, может, колено болит, рассказывает. У кого-то с уплотанием проблемами. У кого-то с ушами. У нас в команде, по-моему, не поинтересуют. Что можете сказать о закрытии проекта Тинькофф? Ну, что я могу сказать. Там все-таки... Ужал, что ее не будет, естественно. Но он сильная команда. Олег Тинькофф создал такую команду серьезную, которая была видна на каждой гонке абсолютно. Плохо, что ее не будет. Но он обещал вернуться. В очередной раз, да? Понятно. Не огорчает, что столько ребят остались без контрактов? С ними как-то общаешься? Общаешься, будем говорить? Да, у нас был лучший контракт там. Воробьев контракт? Ну, вот кроме Воробьева и Силина. Но они, по-моему, еще не этот... Еще не вечер. В стадии подписания. Пока, вот, по-моему, двое. Я не знаю еще никакой. Но они оба сильные гонщики. Я думаю, что они должны остаться без контракта. Ну, а что можете сказать о сегодняшнем состоянии велоспорта в России? Часто приходится бывать вот... Наблюдать за тем, как, в общем, в вашем родном городе развивается? Да, ну, как-то у нас, по-моему... Я считаю, что в России не стремительно развивается велоспорт. Ну, допустим, у нас в городе есть детишки. По-моему, их не так много, как было у нас. Но у нас нет тех условий, которые, допустим, у тех же европейцев. У нас нет дорог соответствующих. Нет хорошей, ну, погоды, так сказать. Уважение со стороны водителей, да? Да, это тоже мало. Ну, я не верю, что оно развивается. Ну, вы видите, скажем, вот что, в принципе, в массовом масштабе все-таки и в Москве, и в Петербурге, и в других городах, в той же Казани, появились вот прокаты. Какие многочисленные велостанции проката? Да я думаю, это как-то, ну, мало, наверное, для развития велосипедов в России. Надо соответствующие дороги сделать, которых не так много. Ну, над этим надо думать. Как-то лучше сделать. Ну, я думаю, то, что сделали прокат велосипедов, это будет. Я бы не знаю, как я бы поступил в этой длине. Серьезно, вот, допустим, ты приезжаешь в Москву, ты рискуешь проехать? Да я в Москве не бываю. Ну, раньше же ездили, соревнования были. Нет, просто как турист. Не знаю, в Москве, наверное, нет. В своем городе, да. Я слышал, что запретили. Мне Колбин рассказывал, они как-то пытались. И сразу на него газели наехали. Прямо руку он еле удержал в зеркало. И это самое все. Только в Италии. Ну, лет пять, наверное, рассказали. То есть запрещают в команде, да? Или вам все-таки таких нет запретов сейчас? Абсолютно никаких запретов нет. Ну, на шкале. Езди там, где тебе хочется. Ага. Но за здоровье все равно отвечаешь сам, да? Ну да, но у нас есть такие экстремальные виды, что запрещено. Я даже не помню, что это такое. Горнолыжный список, по-моему. Наверное, горнолыжный. Дайвинг, может, что-то такое. Маунтинбайк? Нет? Нет, маунтинбайк, это как. Дело все равно. Да. Какие виды спорта вот еще любите? На данный момент... Нет? Нет, у меня только велоспорт. Я знаю, что зимой правильно на лыжах и бассейн ходить. Ну, мне это как-то... Хватает спорта в жизни, что я занимаюсь только галаспортом. Останавливаюсь время с семьей. А за футболом следите? За футболом нет, абсолютно нет. За хоккеем следили, мне нравится. Ты съездил на Кубок Мира в Канаде, когда вы были? Съездили, да. Расскажи, как. Ну, мы с Славой ездили, там играл в Горной Европы и Канады. Но было интересно, да. Зрелищно, полные стадионы. Но, я думаю, у нас в России с этим проблемом всегда полные стадионы. А с кем-то из хоккеистов в сборной России поддерживаете отношения? Знакомы? Нет, не знаком ни с кем-то. Ну, а с кем бы хотелось познакомиться, допустим? Ну, со сборной, конечно. Мне нравится Акбар, так как это у нас республика. Я познакомился, скажем, в периодов на случай. Денис Зарипов, кстати, вернее, уже почти открыл фабрику по производству клюшек. А вот, допустим, у вас где-то там, может быть, есть планы по бизнесу? По созданию в России? Нет, я думаю, по велосипеду. В России точно нет. Ну, допустим, выпускать форму своего имени или там что-то. В России велосипедом точно не занялся. Я не думаю, что это так популярно. Снегроходы, может. Понятно. Ну, надо как-то, может быть, популяризировать. Да, ну, от того, что я начну форму выпускать у себя в челнах. И дела от этого не пойдут. Какое пожелание сейчас, вот накануне Нового года, российским болельщикам? По велосипеду? Да. Мы не знаем рельеф, но стараться проявить себя на чемпионате мира на следующем году. Джиро Вольта. В натуре не знаю. Я думаю, что следующий год будет для российских болельщиков по-зрелищному. Допустим, в этом мы ехали почти целым составом на Джиро. Русским составом. И было, мне кажется, зрелищно для российских болельщиков. Много народу писало, поддерживали. Писали. В Корее постоянно наши имена, я думаю, приезжали то есть болельщики. Я думаю, на следующий год будет еще зрелищно. Потому что, думаю, еще в сборни готовятся и к этим будем. У вас, собственно, фан-клуб появился уже какой-то в интернете? Ну, как такового фан-клуба нет, но есть много людей, которые поддерживают, да. И испанцы, вот, много испанских. А где у вас в соцсетях? В какой искать лучше? В фейсбуке? Ну, я редко как-то выкладываю фотографии, но я есть и в Твиттере, и в Инстаграме. А ВКонтакте, Фейсбуке нет? В Фейсбуке есть, но в Фейсбуке нет. И вообще ничего. В ВКонтакте нет. Хаким ушел, и практически ты теперь главный генеральчик команды. Да. Это так? Да. Но это накладывает какие-то мотивационные обязательства, чувствуешь, что ты больше... Да, ну, нет такого. Раньше ехали, когда вдвоем на Донаха, то есть я знал, что он лидер, и я помогал без проблем. И знал, что он, ну, достоин, как положение, то есть такой гонщик опытный. И без проблем помогал ему. В этом году в Твиттере стоять я, и помог в этом нет никакой нервозности. Есть соответственность, она, конечно, перед другими гонщиками, которые тебе будут помогать. Но буду готовиться, и я думаю, с этим не будет проблем. Буду оправдывать то, что помогает вся команда. Спасибо. Спасибо.